Жизнь пациентов после трансплантации сердца. Уважаемые коллеги, разрешите представить вам результаты нашей научной работы, которая велась и ведется в настоящее время в нашем центре, когда уже у нас появилось достаточно большое количество трансплантаций. В настоящее время главная задача это, конечно, сохранить жизнь этим пациентам, попытаться избежать от различных осложнений и, конечно, увеличить продолжительность их жизни после трансплантации. Как уже говорилось, в нашем центре трансплантация ведется с 2009 года. И, конечно, осложнения, которые влияют на функцию выживаемости. И в зависимости от того, как идет функция выживаемости, если нет инфекционных осложнений, то на начальных этапах, это ближайшие к 3 месяца, конечно, результаты достаточно хорошие. Но когда пациент уже проходит какой-то этап в жизни, мы видим другие осложнения и очень много факторов, которые влияют на продолжительность жизни после трансплантации. Это факторы, которые и претрансплантационные, которые повлияли в последствующем на это. Это факторы, которые интратрансплантационные. И, конечно, как себя пациент ведет и какие факторы присоединяются, которые ведут после трансплантации сердца. И одним из важных факторов, который ограничивает жизнь пациента после трансплантации сердца, это развитие болезни коронарных артерий пересаженного сердца или в аскулопатии. Это процесс, который развивается в коронарных артериях. И, как мы видим, после одного года трансплантации до четвертого года является самой главной причиной гибели пациентов. Даже превосходит по численности такое осложнение, как онкологические заболевания. Поэтому, конечно, ранняя диагностика, прогнозирование, а также предупреждение развития, прогрессирование такого осложнения является очень главной задачей в кардиологии и предотвращает смерть пациентов после трансплантации сердца. И снижает стоимость ведения таких пациентов, потому что коронарная болезнь трансплантированного сердца – это повторное стентирование, шунтирование, это достаточно дорогостоящие методы лечения уже трансплантированного сердца. И на сегодняшний день существует классификация коронарной болезни трансплантированного сердца, когда уже выявляются в аскулопатии, когда уже значимое поражение коронарных артерий по коронароангиографии. Однако мы в свое исследование включали и изучали пациентов, у которых начальное проявление есть в аскулопатии, то бишь та стадия, когда ангиографически еще у пациентов после трансплантации сердца мы не видим каких-либо поражений. Это пациенты с совершенно адекватными коронарными артериями. Здесь пациент два года после трансплантации сердца, которая была выполнена коронарографией. Однако благодаря диагностике с помощью таких методов исследования, как внутрисосудистый ультразвук и оптическо-когерентная томография, мы уже можем видеть ранние проявления в аскулопатии, которые не видны по данным коронароангиографии. Это вот пациенты, как я уже говорила, по классификации, у которых нет в аскулопатии по коронароангиографии. Таким пациентам, части пациентам была выполнена и когерентная компьютерная томография. Это тот же пациент, у которого была коронарография до сих пор приведена. У него уже есть раннее поражение коронарных артерий. И внутрисосудистый ультразвук тоже того же пациента, у которых была выполнена коронароангиография. И мы уже видим начальное проявление в аскулопатии. И наша задача, конечно, предотвратить прогрессирование такой в аскулопатии, чтобы этот пациент не дорос до гемодинамически значимых бляшек, которые могли бы уже привести к печальным последствиям. Мы когда сравнивали у одних и тех же пациентов проведение когерентной компьютерной томографии и внутрисосудистого ультразвука, мы остановились на том, что внутрисосудистый ультразвук более достоверно оценивает начальное проявление в аскулопатии, так как мы видим полностью ремоделирование сосуда по данной методике. И уже последующим пациентам в основном делали внутрисосудистый ультразвук. По данным исследованиям, у нас было включено 77 пациентов, мы обнаружили, что практически у 98% пациентов уже через 2 года после трансплантации сердца отмечались ранние проявления коронарной болезни трансплантированного сердца. Однако выделилась 2 группы. Группа с умеренными поражениями коронарных артерий. Эта группа была, в которой была меньше толщина интимы коронарных артерий, и у пациентов была более локальная поражение коронарных сосудов, характеризовалась, кроме того, что это было более значимое изменение, и диффузным поражением, концентрическим характером поражения данного сосуда. Кроме того, проводилась виртуальная гистология при выполнении внутрисосудистого ультразвука. Данные поражения были сопоставимы по количеству фиброзных составляющих, фиброзно-липидных кальцинозов, однако отличались эти 2 группы с умеренным и выраженным поражением по количеству некротической составляющей на начальных этапах формулирования данной воскулопатии коронарных артерий. Причем хотелось бы отметить, что в исследования были включены как пациенты с ишемической этиологией, так и не ишемической, что привело к трансплантации сердца. И если оценивать по этиологии заболевания, то этиология заболевания на данном этапе, на двухлетнем, после трансплантации сердца, никак не повлияла на развитие воскулопатии уже пересаженного сердца. Кроме того, не повлиял статус, в котором находился пациент до пересадки сердца, однако повлияло на выраженность поражения коронарных артерий количество операций, которые были выполнены у пациентов до трансплантации сердца. Из посттрансплантационных факторов, что повлияло на развитие данных поражений, в основном это развитие артериальной гипертензии у пациентов с умеренным поражением коронарных артерий. Это артериальная гипертензия, которая развилась через 6 месяцев после трансплантации. Это пациенты, которые не имели данной патологии до трансплантации, а также инфекции, которые присоединялись у пациентов после трансплантации сердца. Для этих двух групп мы провели статистическую обработку и построили дерево решения классифицирующие, где посмотрели, какие решающие факторы повлияли на развитие восколопатии, которая была с выраженным поражением и с умеренным. Так вот, на диффузное поражение, диффузный характер восколопатии, которая была выраженная в раннем сроке, повлияла более высокая концентрация токролимуса, которая была у наших пациентов, и более низкое совпадение по системе HLA. Получается, что у пациентов, у которых в течение 3 месяцев повышенная концентрация и низкое совпадение, вероятность, что разъется выраженная восколопатия 83,5%. Естественно, это говорит на иммунологический характер данных поражений, и данное поражение было более диффузное, оно было концентрическое сосудо, не по типу атеросклеротического поражения. Вторая группа с более умеренным поражением коронарных артерий, кроме того, что эти бляшки были более локальные, на них, конечно, влияла уже артериальная гипертензия, которая развилась в течение 6 месяцев после трансплантации сердца, повышенный уровень 3 глицеридов и повышенный индекс материалов. Это, конечно, имеет значение в практическом значении в том, что у таких пациентов после трансплантации сердца, если развивается артериальная гипертензия, мы должны их вести в более жестком режиме, более жесткие конечные точки должны были быть при коррекции артериальной гипертензии, и, естественно, антихолестериновые препараты должны быть в более жестком режиме назначены. И с пациентом, естественно, должна вестись беседа о снижении индекса массы тела, потому что это приводит к уже необратимым последствиям уже пересаженного сердца. Кроме того, хотелось бы отметить, что у пациентов, если развивается артериальная гипертензия уже после трансплантации сердца, в 48,8% уже через 2 года присоединяется сахарный диабет, развивается метаболический синдром, и, конечно, происходит дислепидемия, это все процессы, которые, в принципе, мы должны коррегировать на более раннем этапе, вот через 6 месяцев, когда развилась первичная артериальная гипертензия, дабы не допустить до развития таких событий. Кроме того, мы оценивали прогрессирование данной патологии еще через 2 года, то бишь первое в СУЗе было, внутрисосудистый ультразвук выполнен через 2 года, через 4 года, через 2 года после первого в СУЗе мы провели исследование, чтобы посмотреть, как спрогрессировал данный процесс, и прогрессировано считалось, если умеренное поражение выросло до выраженного поражения, а выраженное поражение коронарных артерий выросло до ангиографически значимых поражений коронарных артерий. У нас прогрессировало 24,3 пациента в группе с умеренным поражением коронарных артерий, и у пациентов, у которых было прогрессирование, у них, конечно, отмечались и гемодинамические изменения, хотя, опять-таки, повторю, по ангиографии мы не видели значимых стенозов коронарных артерий. У них была выражена более трикоспидальная регургитация, у них не сильно повышено, достоверно повышено давление в легочной артерии. И, конечно, наша задача в дальнейшем не только повлиять на данный процесс, но еще найти диагностические тесты, которые мы могли бы неинвазивно или благодаря биомаркорам оценивать группы риска для того, чтобы скринингом направлять пациентов на внутрисосудистый ультразвук, потому что, конечно, всем скринингом выполнять внутрисосудистый ультразвук не совсем экономически эффективно, поэтому поиск сопоставимых маркеров для нас, конечно, очень важно. И вот деформация миокарда у нас достаточно неплохо отыграла у пациентов, у которых уже начинались ранние поражения коронарных артерий, поэтому мы включили в перечень обследование. Если она уже снижается, деформация миокарда у нас – это один из основных моментов, которые должны нас насторожить о том, что могла развиться восхолопатия, и из биохимических маркеров, которые мы исследовали после трансплантации сердца, до трансплантации сердца, кроме BNP, это новый показатель, который у нас уже вошел в практику – это СТ2. Если мы посмотрим на динамику после трансплантации сердца, то он к третьему месяцу, естественно, снижается, потому что у пациента уходит сердечно-недостаточность, однако на первом месяце после трансплантации он остается еще на достаточно высоком уровне. Хотелось бы также здесь сказать, что мы этот биомаркер исследовали и до трансплантации сердца. У тяжелых пациентов, которые были в третьем-четвертом функциональном классе, и очень хорошо было показано, что если у пациента этот маркер достоверно выше, у самых тяжелых критичных пациентов, то неблагоприятные события в 1,6 раза случаются чаще, чем у пациентов, у которых этот биомаркер незначительно повышен. Поэтому это опять-таки до трансплантации сердца решает нам вопрос еще один, как направлять и насколько быстрее направлять наших пациентов на трансплантацию сердца. Связь данных биомаркеров, хотелось бы еще несколько слайдов привести, как она связывает с показателями по данным внутрисосудистого ультразвука. Учитывая, что СТ2 это биомаркер, который показатель фиброза, то у нас получилась достаточно неплохая корреляция между уровнем СТ2 и толщины интимокоронарных сосудов по данным внутрисосудистого ультразвука. Также мы посмотрели, что была, опять-таки, достаточно достоверная корреляция концентрации СТ2 и стеноза коронарных артерий по диаметру сосудистого ультразвука и такой же стеноз коронарных артерий по площади. Потому что вот эти два показателя по внутрисосудистому ультразвуку, это максимальный стеноз по площади и по диаметру коронарных артерий, явились наиболее значимы при обследовании наших пациентов при коронарной болезни трансплантированного сердца, потому что остальные показатели сыграли больше у пациентов, которые при атеросклеротическом поражении коронарных артерий, а не у наших трансплантированных пациентов. Поэтому вот хотелось бы суммировать, чтобы долго уже вас не задерживать, что в раннем периоде после трансплантации сердца у всех пациентов развиваются поражения коронарных артерий. Однако они не видны по коронарографии, но мы должны знать, что процесс этот уже начался, и мы должны влиять на этот процесс. Причем степень выраженности раннего поражения коронарных артерий обусловлена или доминированием иммунологических факторов, это, как я уже говорила, концентрация токролимуса и совместимость донора и рецепиента, и тогда идет по иммунологическому пути развития восхолопатии, или все-таки умеренное поражение, которое связано больше с неиммунологическими факторами, это наличие сахарного диабета, артериальной гипертензии. Это принципиально два разных механизма, которые работают у пациентов после трансплантации сердца, и в зависимости от этого должна быть тактика дифференцированной при назначении иммуносупрессивной терапии. Так, в нашем опыте было, когда мы пациенты уже с выраженными признаками восхолопатии трансплантанта переводили на комбинированную терапию, и к токролимусу подсоединяли, и к воролимусу этой группы пациентов под группой, соответственно, не происходило прогрессирование восхолопатии трансплантанта. Поэтому включение новых схем в лечении и ранняя диагностика, конечно, нам позволит более четко и более отлаженно вести наших пациентов после трансплантации сердца, и, конечно, продлит выживаемость этой группы пациентов. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам за субтитры. Несмотря на больницу, мы скоро потянули, но я жалую, но я все же. Спасибо.